В Ненецком округе стартовала осенняя призывная кампания. Она продлится два месяца. Всего в этом году планируют призвать на срочную службу более 115 молодых людей. Службу они будут проходить в военно-космических силах Российской Федерации, на Северном морском флоте и в сухопутных войсках Западного военного округа. Очередную партию призывников провожали накануне из Нарьинмара. Репортаж Ольги Русул. Добрые пожелания, крепкие объятия, слезы, куда же без них. Родные и друзья провожают на срочную службу своих защитников. Призывник Роман Рочев к армии готов. Как сказали, где-то в МФ вроде бы, где-то в Архангельске, в Архангельской области. А так больше ничего не сказали. Все там в распределителе скажут. Ты как считаешь, что это было случилось? Ну, почему нет, конечно. Оттуда обычно мужиками выходят. Ждать Романа через год будут родные, а его девушка Валерия обещает писать письма. Может не каждый день, но очень часто. Хорошие службы, чтобы здоровым вернулся, хороших впечатлений. Пожалуй, все. Будешь письма писать? Конечно, буду. Буду, буду. Приеду на присягу, обниму, поцелую. Ах, скучаю буду сильно. В службу нынешние призывники будут проходить в рядах военно-морского флота и сухопутных войсках Западного военного округа, а также в военно-космических силах российской армии. Братья-близнецы Виктор и Александр службы не боятся. Мечтали об этом с детства. В СК, ну, сухопутные. Ну, так просто хочется. Сухопутные там. В МФ, не особо. Мы с братом пять лет в зал ходили. Ну, мы сейчас в армию забираются, больше не. А какой? Поверсинку. Воскресным днем на срочную службу уходит 16 парней из Нинецкого округа. Это вторая группа призывников в этом году. Все ребята идут в армию с большим желанием. Просто понимал, что надо и все. А кто-то уже из друзей в армии побывал? Да, у меня все друзья сейчас в армии приходят в этом году. Пожалуй, в начальство сходил по профессии. Ну, я так не знаю, куда. Не меньше призывников переживают родители. В голове множество вопросов, как сложится судьба их сыновей, куда распределят на службу. Хорошие, интересные службы. Желательно, чтобы попал в хорошие войска. Это ВДВ, спецназ. Парень готовился к этому, имеет разряды спортивные, желает туда пойти. Настроен на это. Небольшой инструктаж перед отправкой на сборный пункт города Архангельск. Еще в Наринмаре призывникам выдается набор срочника, в котором специальные банковские карты и симки для звонков по телефону. Ну, я им желаю всем ребятам, чтобы они живыми, здоровыми вернулись сюда, домой. Или оставились служить на военном службе по контракту. На пост ствол новобранцев и руководитель регионального центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи в Ненецком округе Николай Шевелев. И передал памятные подарки, обложки на военные билеты с символикой Ненецкого округа, чтобы напоминали о родине, где бы не пришлось служить. Будьте мужиками, как Игорь Владимирович сказал. В принципе, звоните мамам, вас всегда здесь ждут. Пишите письма, вы в любом случае будете. Не любите писать, но вы их будете писать, сразу же говорю. Совместные фотографии на память, прощальные поцелуи новобранцы отбывают в аэропорт. Напомню, что в призывную кампанию 2019 года на срочную службу из Ненецкого округа отправятся более 115 призывников.